Когда наше общедомовое имущество будет приведено в порядок? Переход от КСК к АСИ длится уже второй год. Сегодня мы расскажем, с чем на практике столкнулись собственники квартир и председатели КСК и АСИ. Война престолов. Чем должность председателя АСИ так заманчива? Она является в КСК, она не платила вообще деньги. А задолжниками? У нее где-то около 700 тысяч за долг остался в КСК. С какой проблемой столкнулись председатели КСК? Они разделительный баланс только хотят. Они не хотят больше ничего. Они хотят деньги. Существует ли рынок профессиональных управляющих и сервисных компаний? Отраслевые объединения, они существуют. И они, собственно говоря, не хотят отправляться на тот свет только потому, что какому-то чиновнику будет выгодно создать 5 или 7 компаний, которых он будет назначать на эти места. С начала 2020 года в силу вступили изменения в закон о жилищных отношениях, которые касались формы управления. Собственникам квартир предлагалось самим выбрать форму и взять на себя обязательства по содержанию своего имущества. Путем создания объединения собственников имущества, ОСИ и простого товарищества, договора о совместной деятельности всех собственников, простое товарищество ПТ. Началась повсеместная регистрация новых объединений. Вместо председателей ОСИ бразды правления взяли председатели ОСИ. 12 ноября 2020 года в нашем доме было зарегистрировано ОСИ Орбита-3-26. И вот буквально уже скоро будет два года, как Кирдот руководит нашим домом, но принимает она решение самолично, причем не во благо народа, а вопреки. Вот так, допустим, она в первую очередь, несмотря на наши убедительные просьбы оставить нам сантехников, которые находятся в шаговой доступности от нас и знают очень хорошо водоснабжение наших подвалов и вообще систему водоснабжения, она их выгнала. Выгнала и заключила договор с фирмой, которая находится в восьмом микрорайоне. Это очень далеко. И в случае аварийной ситуации эти сантехники приезжают к нам как минимум через полтора-два часа. Проблемы сантехника не заставили себя ждать. В подвале периодически начали происходить порывы канализационных труб. Вот сейчас я прошлась по подвалам, то есть не по подвалам, я посмотрела только двери. Открыты, четвертый, пятый, шестой, седьмой, а восьмой, девятый закрыт наглухо, когда там течет вода. У меня есть видео, по которому там слышно, что течет вода. То есть это принципиально сделано, потому что восьмой и девятый подъезд, за исключением двух-трех, жителей против нее. Зайти в подвал невозможно. Везде разлиты канализационные воды. Запах поднимается до квартир на верхних этажах, говорят жильцы. Из-за постоянной сырости в подвале завелись комары. Жители периодически пишут председателю оси обращения, которых просят почистить подвалы и потравить комаров. Реакция председателя на обращение удивляет. Она напечатала список жильцов, которые имеют какие-то там долги. Там по восемь тысяч, по три тысячи, по пять. Но есть, конечно, больших, с чем жители не согласны. Они платили, откуда, говорит, у нас такие долги, мы не знаем. Она мне вот это дает по двум подъездам, получила 16 человек. То есть из 48 квартир, 16 квартир. Говорит, ты быстренько беги сама и пусть они заплатят. Когда они мне заплатят, пусть принесут заявление, что они оплатили. И тогда я буду делать. В течение трех дней время, говорит, пошло. А я говорю, а с какой стати я? Буду ходить. Ты председатель? Я не должница. Причем тут должники? Естественно, что работы проведены не были. С самого начала образования ОСИ и его правление стало для многих жильцов сюрпризом. Причем неприятным. Рассказали нам. А для ведения финансово-хозяйственной деятельности ОСИ необходимо две трети голосов. То есть 70%, более 70% голосов. Она на тот момент имела только 51, когда регистрация произошла. Для того, чтобы ввести и заключать договора, что она сделала? Она в мае месяце прошлого года, узнав о том, что имеется задолженность где-то 37 тысяч тенге по всему дому за электропитание лифтов, написала заявление об отключении этих лифтов во всем доме. А у нас восьмиэтажка, Реос-5, пришли и отключили эти лифты. Во всем доме? Во всем доме. То есть она таким образом, значит, мало того, что она подвергла всех людей моральным, физическим страданиям, самовольно, можно сказать, отключила эти лифты. И сама выставила в чат сообщение о том, что не подключат эти лифты, пока ей не подпишут опросные листы. Дело в том, что, понимаете, она является в КСК, она не платила вообще деньги. А, задолженность. Она, у нее где-то около 700 тысяч за долг остался в КСК. Вот. И, собственно говоря, есть такие люди, которые тоже не платили. Ну, вы знаете, это в каждом доме есть. И вот эти вот люди, которые такие же не плательщики, как она, значит, путем перехода из КСК в ВАСИ, их, считайте, обнулились. Списали себе долги. Они списались. Получилось так, что они списываются. Вот. Естественно, они за нее. Потому что они... Кому 400 тысяч, кому 250 тысяч долг. А кому и 10 тысяч тоже на хлеб получилось. Зато после оформления СИД долги появились у других жильцов. Даже у тех, кто регулярно оплачивал по счетам. Сколько-то месяцев нам не выставляли. Она все не могла в счета вступить, там, Алсека, ИВЦ, что-то. Мы платили, как платили. По ИВЦ платили. Квитанция приходит, мы оплачиваем. Квитанция приходит, мы оплачиваем. Проходит какой-то период. Вдруг ни с чего, ни с того. Исчезают квитанции ИВЦ. В Алсека включаются эти позиции, которые были в ИВЦ. С долгом назад несколько месяцев. Какое-то время Элеонора Александровна не оплачивала долг. В надежде, что в начислениях разберутся и долг уберут. Ведь она оплачивала все, как положено. Но на крыше стал протекать расширительный бачок и затапливать квартиру женщины. Я весь отопительный сезон мылась с февраля месяца. И наверх лазила, подставляла, ведра выливала на крышу. И внизу там собирала, ну, чтобы и людей не затопить. И потом у меня здесь, где бежала там плитка, а переходит через порожек здесь ламинат. Ну, совсем угробить мне. Я недавно ремонт сделала. В общем, так она мне ничего не делала. Элеоноре Александровне пришлось оплатить приписанный долг. И только тогда течь устранили. Смотрите далее. Как перезбрать председателя ОСИ. Призванные управлять, не призванные сначала понять вообще, что это такое. То есть мы видим, что где-то пытаются что-то сохранить, а где-то идет очень быстрый откат назад и деградация. Потому что, ну, не понимают люди, что это такое. Что такое задвижки, что такое элеваторный узел. Согласно новому законодательству, контролировать деятельность председателя ОСИ должен совет дома. Это орган управления объектом кондоминиума, избираемый из числа собственников квартир нежилых помещений. Сейчас стоит вопрос так, как в свое время говорил Владимир Ильич Ленин, «Вся власть советом». В ОСИ, в новом законе, вся власть передана советом дома. Что такое совет дома? Совет дома – это инициативная группа. От каждого подъезда дома. Если дом, скажем, трех подъездных, три человека – совет дома. Можно от каждого подъезда по три человека. То есть совет дома будет 10 человек. То есть, получается, в одном, один дом будет управляться 10 добровольцами. Этому совету дома полностью подчиняется, подконтролен председатель ОСИ. Совет дома собирает, иницирует собрания, первые собрания инициирует, выдвигает, предлагает кандидатуру общему собранию председателя ОСИ. Он предлагает. Председатель ОСИ избирается на один год, совет дома на три года. За время правления председатель данного ОСИ со слов жителей ни разу не отчитался за свою работу. Несмотря на то, что, согласно закону, он должен делать это ежемесячно. Естественно, такое положение дел жильцов не устроило, и они решили переизбрать председателя ОСИ. И назначили дату проведения общего собрания. И тут началось самое интересное. Она всячески, всячески пугает людей, говорит о том, что если вы выйдете на собрание 16 декабря, а это день независимости, то вас привлекут к уголовной ответственности, не к уголовной, а к административной ответственности, так как это собрание будет считаться как несанкционированный митинг. И эти, естественно, в чате и люди другие, конечно, это все смотрели. Конечно, может быть, некоторые и побоялись бы. Мы, правда, все это разъясняли. Мало того, мы запросили и оповестили об этом, что у нас будет проводиться собрание, Бастандыкский департамент полиции. И собрание состоялось. Причем на это собрание как никогда прежде вышло на роду 49 человек. И собрание состоялось. На этом собрании было принято решение вынести голосование письменно. АСИ – это битв юридического лица. Некоммерческое юридическое лицо, деятельность которого является обслуживанием многоквартирного жилого дома, управлением многоквартирным. В случае ликвидации одного из АСИ, может вместо него быть создано другое. АСИ создано, люди думают, оно создается. У него в управлении огромное количество денег. Это вот все, что мы с вами платим для эксплуатации домов. Это на спецсчете, к нему доступ имеет председатель АСИ. Соответственно, они там могут меняться, ликвидироваться, там еще что-то такое, судиться. Люди не знают, и не знают, где деньги. 20 января прошло второе собрание, в котором были подведены итоги письменного опроса и выбранного председателя. Бывшего председателя оповещают и просят передать документы. Но в ответ жильцы получили протокол, в котором председатель остается прежним. В котором говорится, что ей и ее полномочия продлил совет дома. Хотя совет дома полномочий на это не имеет. 8 февраля через систему ЕГОВ мои все документы были зарегистрированы, и мне была выдана справка о моей регистрации как юридического лица, как председателя АСИ. Мы получаем эту справочку. Через два дня снова заходим и смотрим. Она своим ключом, она же имеет свой ключ, входит и изменяет мою фамилию на свою. Машина, значит, снова, допустим, на следующий день дает опять же мою фамилию, она опять же входит и опять же изменяет мою фамилию на свою. И так за один день было раза четыре. За один день. Собственники, принимая решение, написали, кворума нет. Соответственно, председателя АСИ 21 января никто не переизбрал. И что вы думаете? С 21 января 2022 года, будучи переизбранным председателем, департамент юстиции с 11 раза оставляет председателем АСИ. Человек до сих пор распоряжается деньгами, не имея никаких полномочий, вообще никаких. Нанимает, заключает договоры, тратит деньги, делает что угодно. Реально вновь избранный председатель по решению суда, который подтвердил свою полномочия, что он делает? Он ждет апелляционной инстанции, когда та подтвердит ему решение суда. И в итоге столкнуться с тем, что к тому моменту, человек, которого переизбрали, и тот, который по решению суда не доказывает даже свои кворумы, потому что эти протоколы никому не нужны оказались. После этого нужно переизбирать председателя АСИ. И смысл был плодить вот такую же систему, которая родила все те же самые недостатки. В настоящее время в Казахстане на новые формы управления перешли около 40 тысяч домов. Сегодня, по словам председателя Ассоциации КСК Аркадия Рубцова, наблюдается тенденция, когда АСИ приостанавливает свою деятельность ввиду нескольких причин. Их сейчас по Казахстану 4 тысячи, ну, к 5 приближается. Живых – тысячи две. И все. Все остальные приостановили свою деятельность. И как будет выглядеть ситуация, если вот даже закон заработает? А почему приостановили? Невыгодно работать. Председатель АСИ в доме на 30 квартир к начислению ежемесячно будет получать от силы 100 тысяч деньги. 70 тысяч он должен отправить себе на зарплату по Трудовому кодексу. 10 тысяч – бухгалтеру. 10 тысяч – на налоги. На 10 тысяч – нанять дворника, сантехника, электрика. Вот и все. Содержать АСИ по карману лишь крупным многоквартирным жилым комплексом. Остальным собственникам квартир АСИ будет бить по карману, считает Аркадий Рубцов. Отказаться от своей заработной платы в пользу дома председатель АСИ, как оказалось, не имеет права. Да и кто сегодня согласится бесплатно брать на себя огромную ответственность? Трудовой кодекс Республики Казахстан обязывает получать не меньше минимальный. Налоговый кодекс Республики Казахстан, это же юридическое лицо, обязывает вести налоговую и статистическую отчетность. Если таковой не будет, потому что если будет АСИ, куда идут деньги, но не выплачиваются налоги, приходит камеральная проверка и выставляет штраф. Мы это все проходили с председателями однодомных КСК, когда они себе за место минимальной зарплаты ставили 20 тысяч тенге. Им приходило уведомление. По итогам камеральной проверки говорили, да начислите, пожалуйста, себе зарплату и налог. Все, потому что трудовой кодекс и налоговый кодекс, они не имеют исключения для закона РК о жилищных отношениях. Это в случае, если председатель АСИ решит сам заниматься обслуживанием дома. А если решат передать дом в управляющую компанию, то за вычетом заработной платы председателя денег останется так мало, что дом никто не возьмет. Вот мы сейчас, как ассоциация КСК, какую функцию выполняем? Мы пишем за председателями ОСИ ответы на запросы. Потому что мы столкнулись с тем, что председатели ОСИ, они же неграмотные, они специфики работы не знают. Они даже не знают, что они на письменные обращения должны отвечать в установленный законом срок. А им пишут все и государственные органы в том числе. Их загоняют в такие развеселые рамки, что они приходят к нам и говорят, что делать? Лежит дело, председатель ОСИ подвергся проверке со стороны жилищной инспекции. А он не понял, что это проверяющий. Он захлопнул дверь, и они его по 462-й статье оштрафовали на 300 тысяч. Более того, по словам Аркадия Рубцова, председатель ОСИ, должен иметь хоть какие-то знания по хозяйственной части. Хотя бы иметь понятие о том, как подготовить дом к отопительному сезону. Но тенденция по республике, она тревожная, потому что мне докладывают коллеги о том, что призванные управлять, не призванные сначала понять вообще, что это такое. То есть мы видим, что где-то пытаются что-то сохранить, а где-то идет очень быстрый откат назад и деградация. Потому что, ну, не понимают люди, что это такое, что такое задвижки, что такое элеваторный узел. А где-то получают новый дом, новый ЖК, с очень сложной техникой, и говорят, да мы наймем по УЛХ. Он нам приедет и что-то сделает. Вот один такой приехал, ущерб на 2 миллиона. Он разрегулировал им насосы, они сгорели. Они ему заплатили 15 тысяч и до свидания. Больше он трубку не берет. Динара Мурадбековна в сфере ЖКХ работает свыше 30 лет. Застала еще времена перехода до управления в КСК. Сегодня готовит документы для передачи домов в руки ОСИ. Когда сама когда-то принимала дома в управление, вопросов не было, вспоминает она. Работу свою знали, и для собственников квартир переход был безболезненным. Сегодня же, на ее взгляд, большинство председателей ОСИ понятия не имеют, как работать. Об этом говорит и тот факт, что многие просто не хотят запирать документы на дом. Так, вот письма. Да, я специально отметочку сделала. Так, это, смотрите. Я поверну сейчас. Вот я пишу даже им письма, что, пожалуйста, заберите акт приема передач. Ну, это заберите, не надо, не подписывай. Я тоже отправляю по почте. Отправляю по почте, вот, по-моему, даже есть. Вот, я по почте отправляю. Что мы вам пересылаем. Да, документы. Нет, мы не хотим эти документы. Как не хотите? С этого же начинается. Теперь они пишут уже, приходят сюда. Я говорю, ну вы, уже даже мы составили акт, сейчас я вам, а вот, что они отказываются брать документы. Они разделительный баланс только хотят. Они не хотят больше ничего. Они хотят деньги. Дайте нам деньги. А, вы контролируете, но деньги будут у нас, вы будете замысливать? Нет, ну, то, что они, я говорю, вы вначале подпишите акт приема передачи, а потом следом развитительный баланс. Уже готов, например, вот, когда они последний раз пришли, он уже готов. Этот не подпишем, этот заберем. Ну, что за, что за какое-то непонимание. Как? Этот не подпишем, а тот заберем просто. Мы куда-то на ветер наши документы, мы отдаем. А акт приема передачи как будто нами не подписан. Но нами, слава богу, есть уведомления, которые по почте мы отправили, то есть документы у них. Они уже свою финансово-хозяйственную деятельность смело могут уже продолжать. Аси зарегистрировали, а документы не забирают. Не считают нужным. Пусть и дальше лежат в КСК. Главное, доступ к счетам получить. А как дальше будет проходить работа, и вовсе непонятно. В 20-м году создался 103-й дом. В 22-м году мы только умудрились с шумом, с гамом отдать им и то. Они не пришли. Я вынуждена была взять и просто по почте отправить с уведомлением. Документы на их дом? Документы полностью положила. Есть специальные частные почты, которые берут, потому что больше выхода не было. Но нужно было отдавать. Я даже ходила в управление жилья и говорила, все, пачку документов принесла вам, забирайте. Не могу столько держать. Наконец, когда уже им документы передали, через два года ели. А так писали письма. Вот мы им отправляем письма и говорим, получите, принесите, получите. Вот вам нужно в трехдневный срок, посмотрите. Вот, получите. Да, да, что все, мы получите. А вот посмотрите, акт приема передач 22-м годом подписывается. Потому что мы столько ходили и просили их забрать. А кто вел хозяйственную деятельность? Никто не вел, мы так и вели. Мы же не могли их выкинуть просто так куда-то, как в воздух. А человек, который там создал свое, вот это вот, сделался председателем, его, то есть, выбрали, не осуществлял. Так и сейчас он не осуществляет. Он не захотел потом работать, и все. Он так, для интереса создал. Такая ситуация появилась, что оси надо создать. Они, право дается им быстро создать, а дальше работать он об этом не думал. Он думал, что это там интересно как-то будет. И когда время пришло, он даже ни отчеты, ничего мы не сдаем. Пришлось им заново там проводить, по-моему, общее собрание, переизбирать председателя, чтобы уже осуществлять хозяйственную деятельность. Даже мы, знаете, написали, мы же расторгать должны договор с вычленным центром, чтобы деньги уже к нам не приходили. А мы не могли на воздух, они, у нас даже есть, я могу для подтверждения показать их письмо, где они написали, вы не имеете права нас выкидывать, пока мы нормально не создадимся. У нас есть такие письма, я даже для подтверждения, по-моему. То есть, они оси создали, а уходить не хотят? Не хотят. Ну, пока им выгодно так. Это, вот представьте, все дома так будут ходить, да? И бедные крыска. Это нечестно. Документы для передачи домов в оси готовятся по типовому акту приема передачи. По словам Динары Мурадбековны, акт расписан подробно, с учетом особенностей новых ЖК. А в старом жилом фонде большинство требуемых документов просто отсутствует. Должны им отдать акт приема передач по типовому, по их, по типовому, вот такому виду. А то, что у нас акт приема передач, вот он у нас акт приема передач, что это не такой, им нужен тот. Так мы пишем все, что у нас есть, мы умудряемся писать все здесь есть. То, что у нас, мы же не можем того, что у нас нет, как я вот про шумоизоляцию говорила, здесь оно все есть. Скорее всего, разрабатывался для новых ЖК-шных домов, потому что у них вся документация была, у них была схема электропроводки, у них схема водопровода, отопления, все у них есть, но в старых домах это никогда не было. И чтобы это запросить где-нибудь там в архитектуре, это очень дорого, мы не можем себе позволить. Мы работаем как методом тыка, но знаем, как проходят трубы, как отопление проходит, как дом управления работает, так и работает. Нам эти документы не передавали. Если бы нам передали эти документы, а мы им не передали, извините, то глупый разговор, правильно? АСИ – это юридическое лицо, являющееся по сути некоммерческой организацией. И его налогообложение осуществляется согласно нормам, применяемым к НКО. АСИ должно быть зарегистрировано в Министерстве юстиции и иметь свой устав. В МФЛА-103 дом они даже отчеты не сдавали, просто создали. ОСИ создают и ходим. А оно то в юстиции уже зарегистрировано, уже это юридическое лицо, как называется, они по адресу зарегистрируют, вот зарегистрируются, а отчеты не сдавались. И, конечно, даже еще не открыв счет, а налоговая, их так как бы накладывает на них штраф или что. Но у них нет ни счета, ничего. Просто люди для интереса открыли, подумали, что может быть это выгодно, в дальнейшем подумали и не захотели. Вот еще очень много таких отказов я слышу по городу. Как оказалось, в небольших домах регистрировать простые товарищества оказалось выгоднее. Простое товарищество – это непосредственное совместное управление всеми собственных квартир и нежилых помещений без образования юридического лица. Регистрации и устава не требуют. Самое удобное, если дом небольшой, это, наверное, взять какую-то ИП, управленческую компанию, сказать, что вот мы тебе даем доверительное управление, делай отчет. То есть прямо в обязанность включить, и он там каждые три месяца делает отчет. Вот я вот столько денег взял, я вот сделал то-то, я сделал то-то. Во всяком случае, можно завтра подать в суд, и если у этого человека имеется имущество, он будет отвечать этим имуществам. А оси что это такое? Это созданная компания из воздуха, в которой у него нет ничего. Председатель не должен за долги оси отвечать, оси за долги председателя, с кого спрос. Если это ПТ, а это не юридическое лицо, не надо платить 60, 20, 15. Все деньги по договору с управляющей компанией уходят на управление и содержание. Управляющий, как председатель КСК с одного дома, возьмет максимум 10 тысяч деньги. Все. Все остальное отправит на содержание. Что выгодно? А кто будет контролировать, куда тратится деньги, какие виды работы идут? Совет дома. Коллегиальный орган управления. И они должны следить за него. Конечно. Они должны следить отчеты. Если вы не устраиваете, мы расторгаем договор переходный орган управления. Появляется доверенное лицо простого товарищества, говорит, я тебя больше не хочу, я хочу вот этого. И уходит. Схема работает. По словам Аркадия Рубцова, сегодня готовятся изменения и дополнения в законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, где простое товарищество смогут зарегистрировать только дома с численностью до 30 квартир. Остальные же должны регистрировать по СИМ. Собственники 30-ти квартирного дома на общем собрании могут выбрать управляющую компанию без выбора ОСИ и ПТ. Достаточно быстро. Отраслевые объединения, они существуют. И они, собственно говоря, не хотят отправляться на тот свет только потому, что какому-то чиновнику будет выгодно создать 5 или 7 компаний, которых он будет назначать на эти места. Фактически делят рынок, негосударственный, платят собственники, выбирают собственники. Но если они не создали ОСИ, а другого выбора у них не остается, их будут делить. По словам Аркадия Рубцева, сегодня сформирован рынок управляющих и сервисных компаний. Многие успешно работают с простыми товариществами и ОСИ. Но в скором времени могут возникнуть проблемы. Дома, которые сегодня оформили простое товарищество, но имеют свыше 30 квартир, уже в ближайшем времени будут обязаны оформить ОСИ. А там написано о том, что она выбирается сроком на 6 месяцев. А отказаться от нее можно будет только в случае, если вы создали объединение собственников имущества, выполнили требования статьи 42, определили форму управления и сами начали выбирать себе управляющую компанию. Либо сами начали управлять. Но если мы видим о том, что эта реформа не заработала 3 года, какие предпосылки о том, что она заработает на 4-й, на 5-й? Законодательство не дает нам никаких преференций налоговых, никаких плюшек относительно того, ну вот будет ОСИ. Сегодня мы рассказали об обратной стороне медали под названием «Реформа ЖКХ». Это была программа «Обо всем без купюр». Смотрите нас каждую субботу на телеканале «Алматы». Вместе мы можем многое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...